Это уже закоренилось в медицинской точке зрения Температура в парной 60-65 Первое При 60 градусах у нас открываются потовые железы Для этого мы ходим в парную Потовые железы Через потовые железы у нас выходит порядка 180 Я путаю всегда печень и железы 184-186 вредных вещества Токсины, все вредное, то, что у нас накопилось Не важно, вы на прошлой неделе были в бане или вчера, или месяц назад В любом случае мы себя извне принимаем это количество токсинов, вредных веществ Дышим и так далее Летом, зимой, не важно В офисе, на работе, дома Все это есть Поэтому 60 градусов, 65 это максимально Когда работают потовые железы для пользы нашего организма А если более горячее? Не понял? А если горячее? Если горячее При 65, 63-65 потовые железы закрываются И открываются поры Через поры выливается у нас все Вода Мы просто сидим и с нас льется вода В этой воде и хорошее, и плохое И хорошо, и плохо Мы, конечно, выйдем, потом там за 3-4 дня все это восполним Питанием, питьем воды и так далее Солью, всем, да? Но Но Лучше этого не допускать Второй момент При 65 градусах максимально Мы не получаем никаких ожогов Не дыхательным путям И так далее Желудок, печень, почки Ну, вот так нас природа создала Вот так нас природа создала И, видимо, наши предки Наверное, тоже они долго баню изучали Когда она пришла на Русь Наверное, они пришли к единому там Какому-то знаменателю Что вот при таких температурах При такой влажности Парение Это самый оптимальный вариант Это Пускай баня там 300 лет, да? На Руси, допустим Но пускай 100 лет Она изучалась нашими прав-традедами Поэтому Дышим Вдыхаем горячий воздух В парной И Не Каких ожогов Ни для Дыхания Ни для глаз Ни для ушей Ни для чего Ни для нашей кожи Это 65 градусов 65 Если вы вошли в парилку Уходите в общую баню Вы заходите в парилку И увидите, что 80 Но так и оно, кстати, бывает обычно Не поднимайтесь на верхний полок Либо по ощущениям Попробуйте себя научиться слушать В парной Вот вы зашли, да? Большие температуры Вы давайте Тогда себя Этому пару На короткое более время То есть вы зашли Легли Это обязательное условие Если нет такого условия Значит вы сели Сели И подогните ноги под себя Вот так вот На пологе Просто Чтобы хотя бы Максимальное количество пара Которая на вас попадает Оно хотя бы Одновременно Практически Одновременно Попадало И на голову И на ноги Это очень важно Для нашего давления Нижнего и верхнего Вот Свыше 65 Свыше 65 Все Мы начинаем получать ожоги Мы этого не понимаем сами Но мы получаем эти ожоги У кого-то бывает болезненное ощущение После высоких температур Это Тяжело дышится Может быть вот здесь В горле какой-то Вот здесь комок стоять Да И ломота в теле Вот эта ломота в теле Это не от давления Это от того Что тело перегрето Перегрелась Наша кожа Перегрелась Перегрелись все Внутренние органы наши От этого происходит ломота Вот Парение Горизонтально Кровь Два круга в нашем организме Снизу вверх идет Снизу вверх Поэтому Опять же Природа нас так создала Наш основной корень Это ноги Мы как нагреваем ноги У нас все постепенно Начинает нагреваться тело Да Все внутренние органы Вот все постепенно Все это продумано природой уже было Также когда мы заболеваем Почему Первое Сквозняк Даже я заболеваю Своим Поением Закаливаем И так далее Это сквозняк Второе Это ноги У нас могут руки замерзнуть У нас может голова замерзнуть Мы не заболеем Но когда у нас начинают заберзать ноги Сырые В холодную погоду И так далее Много факторов Все Мы начинаем Кровь начинает снизу охлаждаться Она охладилась снизу Снова пошла наверх По своему другу Что происходит Мы начинаем Постужать Печень Селезенку Почки Желудок Все 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 мышцы Все связки Все суставы Все у нас начинает охлаждаться Все Мы заболели Это вот так Вот При этом Если вы чувствуете Что вдруг заболели Проверенный тоже годами Способ Чувствуете Зачесалось Запершило И так далее Вечером Ноги Обычная звездочка Намазали Носок И не спать Никаких медов Ничего Потому что Не провоцируем Одну температуру Тело и так уже начинает Как бы Температуру завышать В связи с этой инфекцией Поэтому Чай с лимоном Попили Ноги в носок Легли спать Вы не выздоровеете Может быть У вас будет чесаться Но вы дальше не заболеете Вы прогрели ноги Вы прогрели кровь Что мы делали в парилке Но то же самое Мы делаем за счет бальзамов За счет этой звездочки В домашних условиях На второй день Парить ноги Имеет смысл Если заболевали Можно попарить Можно Но Нам нужно что Если заболевали Если заболевали Да Вы можете прогреть Но Вы прогрели их Из воды Из горячей воды Мы достали Ноги вытирали И пошли спать Легли А здесь нам надо Чтобы кровь Какое-то время Была горячей Чтобы она гоняла 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 За счет своей Более высокой температуры Она убивала Эти микробы Которые вдруг У нас появились Поэтому Вот этот бальзам Который греет ноги На протяжении двух часов Да Вы будете лежать Вам будет некомфортно Уснуть Чесаться будет Все в носке Потерпите Но это вы делаете Для того Чтобы инфекция Дальше не стала развиваться Поэтому Горизонтальное положение В пареньке Это необходимый Элемент Вообще То есть Вы ложитесь горизонтально Вы начинаете Вы начинаете Прогреваться Так как у нас Циркуляция кровь Естественная Вот Вы начинаете Постепенно Вы постепенно Нагреваетесь Да Но без Вы не путаете Организм Он постепенно Нагревается Кровь так же Циркулирует Так же Циркулирует И она равномерно Потом Все равно Выходит на Те температуры На Те температуры В общем В целом Да Она нагрелась И она спокойно Циркулирует Если вы сидите У вас Здесь нагревается Кровь Она проходит Через голову Она здесь нагревается Ноги холодные Она начинает путаться У вас начинается Как отец За этого давление В идеале В идеале Ну если есть возможность Ложитесь Нет возможности Максимально ноги К себе В голове На полке И сидите Греетесь Что? Да Ну Можно в наклон У кого как Это для экономии места Это самое важное После первого захода Запомните Мужчины и женщины Особенно мужчины Вы здесь все здравомыслящие Все здоровьем Никогда не смотрите на соседа Идите в баню Еще раз повторюсь Баня создана Только для выздоровления Идите в баню И сидите Слушайте себя Парьтесь Только по своим Ощущениям Вот Только по ощущениям Если вы чувствуете Что Начали чуть-чуть потеть Но не допотели И как бы Ну и хочется выйти Да Вот что-то говорит Ну все Пока хватит А вторая половинка Там кто-то говорит Да я еще не обливаюсь Чтобы выйти из парной Выходите Идите в теплый душ Объясню почему Холодное и горячее Да Это очень хорошо Горячее и холодное В парилке Но оно после хорошо Потому что Как только мы с горячего Выходим И встаем в холодное У нас сразу Мы выпотеваем Вся грязь выходит Как только мы встаем Под холодное У нас происходит всасывание Наши потовые железы И поры Они закрываются Ну в случае Когда мы работаем С потовыми железами Либо в случае Когда у нас все-таки Уже поры открылись И мы сидим там Вливаемся Вот Происходит просто всасывание И вся грязь Которая Вышла Ее затягивает обратно Это первое А второе Я вам скажу Вы недостаточно прогреты На первом заходе Чтобы идти в холодное Самое основное Это все-таки прогреться Не спешите в холодную купель В холодный душ Вы успеете После второго Третьего захода Даже после второго Захода Не всегда обязательно Заходить в холодный душ Идите в теплый душ Вы возьмете Потом свое холодное Вы сделаете себе Контраст Вы закалите Вы разгоните кровь Но с этим Очень аккуратно Вы не нагрелись Вы под холодную воду Встаете Вы охлаждаете Организм опять же Путается Пользы никакой Не получаете Никакой не получаете Для того, чтобы Для того, чтобы Комфортно париться одному В паре понятно В паре понятно Комфортно париться одному Вы лежите на пологе Допустим Да? Вы легли Хорошо, если у вас есть стенка Еще рядом Но если нет стенки Значит Вы легли Вы легли Вот лежите на пологе Ноги вытянут Вот если стенка есть Да? Вот если стенка есть Вы положили Ногу Раз На стенку И поехали Начали Вот потихонечку У вас нога на стене И вы начали Запомните Раз и навсегда Любое парение Начинается с ног Любое парение Только с ног начинается Как один Вы паритесь Так и вдвоем Вдвоем то же самое Только начинаете Все делать с ног Ноги-ноги-ноги До поясницы дошли Остановились Одному то же самое париться Лежите Да? У себя Пробили-пробили Пробили Вернулись обратно Одну ногу Вторую ногу Вы можете за время парения Пропарить себя Процентов на 60 На 65 Да? Ну, в общем так Если взять Считайте все Состоялось То, зачем Вы пришли в баню Подышать Погреться Вот И разогнять кровь Для чего? Разгон крови В нашем организме Это некая физкультура Для нашего тела Прочищаем сосуды Разгоняем кровь Через сердце Проходит кровь Она ускоряется Когда она горячая Ну вот Это небольшой Не Это физкультура Для Хорошо Для сердца Очень Попарили ноги Попарили ноги Можете переходить Уже наверх Ну, понятно Что одному Сели И пожалуйста Все, пожалуйста Кровь разогналась Она греет 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 Дальше вы начинаете Подогревать Ну, до спины Либо доставьте Веником Либо дубовым Либо березовым Здесь роли Никакой нет В любом случае Веник Это Как бы Такой Некий И септик В то же время И такой Запитка витаминов Ну, в любом Венике Вы можете Найти Там Почитать Я сейчас Не буду так Растягивать В любом Венике Очень много Эфирных масел Натуральных Причем Даже в высушенном Все равно Часть остается Процентов где-то 60 Остается Вот Высушенные веники Эти эфирные масла Попадают вам на кожу Подкожный слой Все это Закрытывается Все это нам Полезно Дальше Делайте Все по ощущениям Первый заход Просто греетесь Второй заход Можете взять Гвеничек Применить Уже поработать Гвеничком Можете делать Два Три Четыре Пять заходов Только вопрос Надо ли это Ходите в баню По своим ощущениям Не смотрите ни на кого Если толпа пошла Да пускай идет Это их Друг пошел Пускай идет А я пришел В баню А не за кем-то Я хожу И за кем-то Повторяю Вот Два Три Захода Вам достаточно Для этого Запаривание Веников После третьего захода Можете писать В холодную воду И то Я кстати рекомендую Придуманы купели Да Очень классно Охолождаем Охолождаем Так же организм С ног Мы как нагрелись Да Мы так же и охладили Мы так же взяли И разогнали кровь Когда кровь Когда ноги попадают В холодное Донецкое После горячего Кровь начинает Делать толчок Она начинает Разгоняться Разгоняться Она прочищает Все сосуды От всех Там Каких-то Вдруг появлений Холестерина И так далее Она Из-за кого-то Бляшка Да Но она не сможет Справиться Там недостаточной Силы Для того Чтобы оторвать Бляшку Произошла Закупорка Хотя Хотя Ну есть много случаев Когда там Люди Отрывалась Да И закупорка Происходила Но Это большая редкость Больше люди Теряли сознание И там Витальный исход Это было Скачки давления Вот С вас холодной водой Тоже Будьте аккуратны Тоже Заходите по ощущению Если вы не хотите Полностью заходить Да Или боитесь Ну значит Бойтесь Ну хотя бы Встаньте ногами Туда Постойте Хотя бы По щиколотку Ну По щиколотку Встаньте Постойте Разгоните кровь Дайте ей Немножко Прочистить все сосуды Дайте ей Немножко Укрепить Все мышцы Цвязки И так далее Это на самом деле Происходит так Вот Если нет купели Нет бассейна Ничего Душ Если он съемный Сняли И с ног начали Холодное обливание Не вставайте сразу Туда Не надо Не нарушайте Процесс Вот этого Кровообращения Потому что опять Сверху попадает Холодное Опять Путались И не понимают Чем делать Там горящий Тут холодный Сняли Встали Не снимается Я обычно Если не снимается Я подставляю ноги Даю там Секунд 20 Охолодиться Потом Ставлю В принципе Все делаем Правильно При нормальных Температурах Все с веничками Веник Это вам не Хлыст Для коня И так далее Обычная Вибрация Для чего нам нужен Веник Запитать Кожу Запитать Кожу Да И Вот эти Вибрации Это некий Массаж Это вместо Рук у нас В парилке Это некий Массаж Вы не смотрите Связочки Эластичные Подкожные Эластичные Сосудики Эластичные Пробиваем Здесь Грудь Допустим Спинку Все Мы немножко Вибрируем Вибрация Для внутренних органов Это некая физкультура Опять же Это некая физкультура Как мы отжимаемся От пола Допустим Для рук Физкультуры Бицепс Трецепс Здесь И так далее Широчайшие Также Вениками Мы обрабатываем Это физкультура И не надо хлистать Ну возьмите просто Вот веник Сейчас хлистаните себе Это будет больно А там кожа распарена Даже несмотря на то Что веник сырой И распаренный Все равно Это До кожи может быть Какой-то там Небольшой стресс Такой Ну Вот Представляете А ведь так и парится Ну сколько вот Видишь Так Нет Вот Легкие вибрации Вот Постучите Постучите Такое Сонное состояние Для кожи Сделается Простираете Простираете Очень хорошо Помогает Вот Понагнетаете Ну Всему этому Можно научиться Это несложно Вот В первом заходе Понятно Вы нагрели Второй заход Пришли Ну Сели Да Ну сели И вот Понагнетаете На себя Пару Просто Вот Вот так Вот сидите Нагнетаете Знаете Что у меня Многие знают Да Там первое время Когда нам позволяло У нас первый заход Всегда я делал Просто нагнетал пар Я просто Брал И нагнетал пар Даже Не было контакта Ну Когда Баня на бане Они всегда у нас равные Вот Всегда Сначала Нагнетал Делал шарик свой И уже Начинал Как бы Пар В таком виде Без Вибрации Без касаний Это самое Он Лучше всего Проникает К нам Под кожу Он во первых Постепенно Согревает Во вторых Он Настолько Тонко Настолько Глубоко Проникает Под кожу И начинает Помогать Согреваться Вот Что Ну Это самое Лучшее То есть Вы Настолько Максимально Лояльно Прогреваетесь Что Последующие Все Заходы И Ваше Самочувствие Что Немаловажно Давление Да Это Ну Кайф Вообще Ну Просто Я могу Там Сказать Это Кайф Это Ровно Это Тепло Это Умно Вот Поэтому Старайтесь Первый Заход Все-таки Себя Вот так Нагрели 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 Потом Раз Раз Начали Вибрацию Веники Веники Теплая Комнатная Температура Чуть Ниже Комнатной Температуры Набрали Водичку Набрали Водичку И Положили Веники Туда Если Позволяет Время Положите Веники Вот так Да Пускай Через Прутья Через Прутья Вода Начинает Подниматься Влага Начинает Подниматься И она Постепенно Потихоньку Начинает Давать Влагу Листьям Листь Начинает Набирать Влагу Он Еще Не Раскрывается Но Он Уже Становится Более Мягким Более Эластичным Не Сухой Он Уже Влажный Подержите 10 минут Вот так Конечно Подольше Запаривание Вот так Подержите В комнатной Температуре Минут 10 После Этого Возьмите На Минуту Окуните Его В кипяток Распарьте На Минуту В кипятке Подержите Распарьте Втряхнули И Жильцы В парилку Поставили Вот так Пускай Стоит В парилке Если кто-то Нужно Никогда Не Запаривайте Вени В кипятке Все Что Вы Запарите В кипятке Все Вещества Вся польза Останется В этой воде Вы Просто Себя Похлестаете Понятно Вы Просто Себя Очень много Полезных Веществ Очень Много Полезных Веществ Вот Ну Кажется Так Можно Там Ваня Особо Не В Да Можно Ваня В В В В В В В В В